Добрый день, с вами Дергачев Обзор. Я хочу сказать несколько слов о Бахати Кинжиеве. Недавно несчастье для нас всех он ушел, но чувство, которое возникает при этом, когда о нем думаешь, оно все равно очень светлое и даже, я бы сказал, радостное. Вот я сегодня прочитал в фейсбуке то, что написал племянник Бахата Санжар Козыбаев. Он написал следующее, он написал, мой дядушка был волшебником и я всегда это знал. Спасибо за все и до встречи. Мы единственный раз только встретились с Бахитом и единственный раз могли записать с ним разговор два года назад. Но дружественность, которая от него исходила, она была тотальная, мгновенная и абсолютно покоряющая, разоружающая. То есть у тебя не было ни единого шанса не попасть под его обаяние, под его мир и войти в него. Какие-то вещи он говорил, безусловно, острые, сознательно их заострял, а вот некоторые люди не могут до сих пор ему простить. Например, тост, который он тогда произнес, то есть за Казахстан от Волги до Амура. С одной стороны, это была такая шуточная провокация, а с другой стороны, зачем-то она ему была нужна и для чего-то он этот тост тогда произнес. Когда мы сидели в алматинской мастерской художнице Асель Кинжеевой, среди ее замечательных голых девушек, за Казахстан от Волги до Амура. А его абсолютно трогательная любовь, которую тогда тоже все, кто позже это видео смотрел, отметили, к Алексею Петровичу Цветкову, ушедшему буквально за три месяца до нашего разговора. То, как он читал его стихи, то, как он бил за него, это было тоже очень трогательно и невозможно было не поддаться обаянию этой ушедшей дружбы. Ну, теперь и Бахыт Шкурулаевич и Алексей Петрович встретились, и уже они вместе смотрят на нас с неба, а мы здесь за них произносим тосты, кто чем. Так что, светлая память большому казахскому и русскому поэту Бахуту Кинжееву. Спасибо.